Шалом, дорогие друзья! Сегодня я нахожусь в Хайфе с прекрасным братом Ариэль. Он проходит такой сложный период сегодня в Израиле. Может быть, мы привыкли слышать, что все так хорошо в Израиле, нет никаких проблем, но люди, которые на самом деле сегодня дают себе Богу, начинают проповедовать, влиять сегодня здесь, в Израиле, они сталкиваются сегодня с этими трудностями, и также Ариэль сегодня, он находится в таком процессе, за, как бы сказать, можно сказать прямо, что он гоним за Евангелие, потому что, когда начал распространять Евангелие, то столкнулся с властями, и его хотят лишить гражданства, и семью его, и родителей. И я бы хотел просто взять интервью, чтобы он рассказал сегодня нам, что на самом деле происходит, и чтобы имели возможность за эти вещи молиться, то шалом. Ты можешь рассказать, что произошло? Сколько ты здесь, в Израиле? Я приехал в Израиль в 2003 году, 15 лет. Ты приехал как еврей? Да, я приехал в еврей. Мы приехали в Израиль, в эту страну, жить. Ты занимаешься здесь евангелизацией, правильно? Я знаю, у тебя в сердце донести Евангелие. Нелегко, да, здесь это сделать, в Израиле? Ты можешь рассказать об этом? Да, есть на самом деле. Есть. Иисус сказал, когда мы пойдем в этот мир нести Евангелие, будут люди, которые не будут любить это. То, что с нами произошло специфично, когда Министерство внутренних дел, когда узнали, что мы верующие, я женился 10 лет назад, и когда мы пошли получать паспорт моей жене, и это Министерство внутренних дел, а начальник этого, они евреи, ортодоксальные, и они против верующих в Иисуса. И не дали ей никакую визу рабочую. Я был в армии в то время. Я зарабатывал где-то 500 шекелей в месяц, и она не могла работать. И вот так мы жили год. Мы потеряли многие сбережения, но Господь все сделал во благо. И мы сейчас в этом процессе уже 8 лет получить гражданство Израиля. И каждый раз они делают какие-то новые проблемы. Они нам уже сказали, что это из-за нашей веры. Правильно, что это незаконно, правильно? Да, это незаконно. Мы должны взять адвокатов, это берет время и деньги. Это не только мы, но еще есть семьи, которые в Израиле, которые проходят такое же. Мы в мире это не слышим, что такие вещи происходят в Израиле. Мы только слышим, что все хорошо в Израиле, что все благословение. Я хотел дать людям с Россией на русском языке люди, чтобы они могли молиться, знать, о чем молиться. Я хочу напомнить, вы сделали всякие видео, ролики насчет Исаии 53 главы. И много людей видели этот ролик, видео. Через это вы делаете венгелизацию. После этого были чуть-чуть давления, были проблемы. Эти две вещи работают вместе. Да, люди должны видеть полную картину. Да, Господь делает чудеса в Израиле. Шесть миллион людей увидели это видео, этот ролик о Иисусе, что Он Мессия. Израильтяне, которые хотят узнать сегодня о Иисусе, люди на улице, с которыми мы молимся, Бог исцеляет их на улице. И это позитивная сторона во всей этой... А с другой стороны, есть против давления. И мы нуждаемся вашей молитве, потому что это фронт вот этой войны, потому что Иисус сказал, тогда, когда народ Израиля скажет «Баруха Ба, Иисусу, благословлен тот, кто приходит во имя Божьего, тогда он придет. И для этого нам нужны ваши молитвы». Может, ты можешь сказать еще что-то общее такое для людей, как молиться за евреев? Есть несколько проектов. Саша работает вместе с нами, Алиэль Ари. Называется проект Иисус, Ишуа. Мы сейчас работаем над свидетельством евреев, которые, израильтяне, которые пришли к вере в Иисуса. Мы не расскажем сейчас, это будет сюрприз. Мы верим, что эти свидетельства, они землетрясения принесут в эту страну. Молитесь за нас, чтобы на самом деле, чтобы каждая вещь вышла как правильно и дотронулась сердец народа. И это благословление, работать вместе с Сашей. Спасибо. Спасибо, чтобы Господь благословил тебя и дал тебе благословение, чтобы Он сохранил тебя, сохранил тебя здесь. У тебя сердце открыто на эту землю, для этой земли. Ты человек молитвы. Я хочу также обратиться ко всем и сказать, что на самом деле есть у нас где трудиться, что мы делаем. И это одна из причин, за что сегодня можно молиться, для того, чтобы распространять сегодня Евангелие здесь, на земле, и распространять Евангелие в Израиле. И не оставались равнодушными, молитесь, пожалуйста. И мы будем держать вас в курсе. Я по возможности буду стараться тоже вам говорить определенные те вещи, за что молиться, что происходит в Израиле. Все, пусть Бог благословит вас. Дорогие друзья, спасибо. Спасибо за внимание. Туда, туда. Легко. Окей, туда. Спасибо.